Я думаю, пора начинать. У нас уже семеро, уже много. Давайте пока что начнем вот с какого момента. Если вы были или смотрели предыдущий семинар, вас немножко обмануло в самый последний момент, когда мы считали количество параметров у свертки. Мы сегодня на самом деле еще увидим, как правильно, но я все-таки давайте прокомментирую. Вот в чате там был вопрос, я в чате в Телеграме писала. Значит, если у нас какой там вопрос был, сейчас посмотрим. На вход подается цветная картинка размера 100 на 100, и мы берем одно ядро, одну свертку размером 5 на 5. И вопрос, сколько будет параметров у такой свертки. Ну давайте я вот тех, кто присутствует, спрошу еще раз. Ну, как бы, Мария, вы меня сбили, ну, а я не должна была сбиваться, то есть что-то действительно, да, я немножко ошиблась. Смотрите, давайте я поясню. Вот все равно вот в чате я видела, что надо этот вопрос прояснить. Короче говоря, допустим, у нас есть картинка 100 на 100. Сейчас главное не ошибиться. Вот 100 на 100. Ой, какая жирная линия. Вот 100. Ладно, короче, так будет. 100 на 100. Она цветная, значит, у нее три канала, да, вглубь вот так вот. Это наша картинка. Теперь мы берем фильтр свертки 1, 5 на 5. Вот. И свертку мы применяем, как мы ее можем применить? Она на самом деле создается такой же глубины, как и исходное изображение, то есть столько же каналов должно быть. То есть вот создается на самом деле некоторый тензор, да, размеры 5 на 5 на 3. И дальше мы накладываем этот фильтр свертки, ну, как я вот так не пишу, на разные части нашего исходного изображения и считаем, что получается, да, скалярное произведение. То есть сначала накладываем, как бы, этот кубик на, там, самую крайнюю часть кубика вот туда, да, вот, и считаем скалярное произведение. Получили какое-то число, да, вот. Потом накладываем, ну, куда-то, на соседнюю часть нашего кубика считаем, получили какое-то другое число, да, вот, и так далее. Вот. И, собственно, это скалярное произведение, то есть мы первый элемент из фильтра умножаем на соответствующий элемент из изображения, вот так вот перемножаем и складываем. В итоге у нас получится что-то плоское, а размера, ну, в данном случае, сколько? Какого размера получится итоговая, вот эта штука, итоговая матрица? 96. Да, 96 на 96, плоская. Вот, ну, если никаких там границ не добавлять. Вот, значит, тут был вопрос, сколько параметров вот здесь, да, сколько весов. Ну, на самом деле, вот столько, какая размерность. То есть здесь каждый элемент – это вес, и по глубине тоже. То есть не то, что у нас три среза размера 5 на 5, они все дублируются. Это как бы частный случай, мы там с бабочками смотрели, да, просто там какие-то фильтры сглаживания, размытия. А в общем случае, да, у нас нет никоудублирования, то есть все элементы вот этого кубика, все элементы свертки, они все веса. То есть они неизвестны изначально. То есть параметров у нас 5 на 5 на 3 – 75 весов. Вот, важный такой момент, я хотела прояснить. Но сегодня, на самом деле, мы с вами повизуализируем эти свертки, посмотрим, как они выглядят, и мы увидим, что, ну, действительно, они там все разные получаются. Вот. Окей, давайте, сейчас, ну, давайте теперь к сегодняшнему семинару. Открываю тогда незаполненный, где немножко надо пописать код. Ну, посмотрим, как пойдет. Значит, у нас такой план. Мы сначала решим задачу классификации с помощью сверточной сети, чуть более сложную сверточную сеть сегодня обсудим, чем в прошлый раз. Вот. Посмотрим на качество. Вот. Потом поймем, как можно улучшить качество. Вот. И тут есть разные пути. Во-первых, можно увеличить количество данных, да, сгенерировать разные данные, вот агументация называется. За счет того, что у нас больше обучающих примеров, мы можем улучшить качество модели. А второй подход мы можем, собственно, саму архитектуру сети улучшать в каком-то смысле, усложнять, улучшать, чтобы увеличивать качество. Вот. И вот эти моменты хочется сегодня обсудить. Ну, давайте импортируем все, что нужно. Нампай, ReTorch, Matplotlib. Вот. Давайте посмотрим. Я в коллабе запускаю. В принципе, можно на локальной машине запустить, тоже все получится. Значит, посмотрим, можно ли на видеокарте считать. Ну, то есть быстрее будет считать на видеокарте. Да, вот в коллабе можно считать. И мы этим воспользуемся. Значит, мы возьмем более сложный датасет. То есть в прошлый раз мы, по-моему, МНИСТ брали вот эти классификации цифр. Но МНИСТ – это прям удобный датасет. Он прям на самом деле всеми методами хорошо классифицируется. То есть задачи там с картинками, они вообще, говоря, полносвязными сетями не должны решаться хорошо. Вот. А МНИСТ – вот прям такой удобный. Он даже полносвязной сетью хорошо решается. Вот. Ну, вот более сложный пример. Датасет цифр 10. Значит, здесь у нас разные картинки. Уже цветные. Тоже 10 классов. Сейчас посмотрим на них. Размер 32 на 32 пикселя. И у нас в трене 50 тысяч изображений, в тесте 10 тысяч. Ну, соответственно, давайте сделаем нейронку. Давайте вы даже сделаете. Ну, сейчас начало скажу. Во-первых, мы должны наш датасет загрузить и преобразовать изображение к формату тензоров. Ну, привести к тензорам. То есть мы задаем трансформации. Вот здесь будем перечислять все, что мы делаем с изображениями. Ну, во-первых, перевели их к типу тензоров, да, чтобы PyTorch не мог работать. А во-вторых, мы еще нормализуем изображение. Вот. Это важный момент, но такой спорный, но в целом как бы стандартная практика изображение нормализовать. Так. Где взять ноутбук? На гитхабе есть. А еще я могу вам сейчас ссылочку отправить, ну, вот эту, куда я смотрю. Ну, вот так у себя скопируете этот ноутбук, просто клапию сделаете. Так, секундочку, давайте я вам пришлю тогда в зуме в Телеграме. Так, раз. И давайте на гитхаб тоже ссылку пришлю, потому что там все материалы будут выкладываться. Я в самой ноте. Так, гитхаб. Может, у кого-то есть ссылка на гитхаб под рукой? Так. Сейчас найду. О. Или вы уже разобрались? А, вот. Там вы уже отправились. Отлично. Так, хорошо. Ладно, давайте вернемся к ноутбуку. Так, вот это. Значит, что? Мы привели к тензору наше изображение, формата тензора. Нужно нормализовать изображение, но обычно по каждому каналу это делается. То есть по каждому каналу вычисляется среднее значение яркости пикселей и дисперсия. И вычитается там среднее и делится на стандартное отклонение. Вот. Этот датасет стандартный, и уже кто-то там посчитал вот эти средние и дисперсию. Вот они здесь написаны 0,5, все по 0,5. На самом деле, я вот, когда готовилась к семинару, я там почитала, там, ну, как бы, средние там действительно 0,5, а вот люди пересчитывали, и дисперсии не совсем такие. Там что-то где-то 0,2, 0,3 есть. Но даже такая нормализация нам подойдет. То есть по-хорошему, да, если уж аккуратно все делать, лучше взять наш датасет, все картиночки загрузить, по каждому каналу среднюю дисперсию посчитать и вот сюда написать. Ну, ладно, давайте так оставим. Это такой стандартный подход, по 0,5 везде написать. Значит, зачем нам нормализовать наши картиночки? Зачем вообще вычитать среднюю и делить на стандартное отклонение? Как вы думаете? Ну, чтобы к одному масштабу привести. Ну, да, да, тут вопрос, зачем нам к одному масштабу приводить? Ну, тут идея очень похожа на то, что в линейных моделях было. То есть в линейных моделях мы же тоже приводим данные к одному масштабу. Потому что там же у нас идет сумма признаков с весами в линейных моделях. Ну, и, собственно, если признаки в разных масштабах, то мы и веса не можем интерпретировать. И дальше модели сложнее обучаться. Если регуляризацию добавлять, то она будет некорректно уже работать, если признаки в разных масштабах. Вот. И, ну, здесь похожая история, что у нас же там полносвязный слой – это тоже сумма признаков с весами. И тоже так или иначе будут какие-то регуляризации. Вот. Поэтому мы хотим сделать признаки в одном масштабе. Вот. Окей. Значит, загружаем цифар. Это тоже встроенный в PowerTorch датасет, поэтому с помощью даталодера мы загружаем. В смысле, загружаем из датасетов этот цифар. Прямо в даталодер загруженный датасет пихаем. То есть не надо никаких специальных классов оберток писать, потому что это вот из Torch датасет. Все. У нас есть теперь train data... Что такое? Train data loader и test data loader. Сейчас попробуем еще раз. Вот так-то. Не работает ковар. А что случилось? Интересно. Да, секундочку. Ну, у меня вроде работает все. Ну, это хорошо. Сейчас, давайте я перезапущу. Но, если что, я с мотального компьютера запущу. Так. Раз. Два. Не знаю, я что тут вам сказать. Сейчас. Так. Я поняла. Мне тут два ноутбука открыты. Может быть, я запутаю. Ну-ка. Слушайте, не знаю я, что тут происходит. Так. Я просто перезапустил ноут и все. Ну, ладно, вроде сработало. Не знаю, какая-то магия. Ну, хорошо, ладно. Все у нас подгрузилось. Давайте посмотрим на картиночки. Смотрите, мы их нормализовали, поэтому там какие-то изменения произошли с цветом. Явно. Чтобы нарисовать, мы давайте обратное преобразование сделаем. То есть, вы смотрите, вы читали 0,5 и делили на 0,5. Ну, вы читали среднее, делили на дисперсию. Надо обратное преобразование сделать. Вот. Ну, вот. Написали функцию, которая будет рисовать. То есть, она делает обратное преобразование. Видите, картинку делим на 2 и плюс 0,5. Вот. Переводим в numpy и с помощью my code либо рисуем. Так. Это функция. И давайте ее применим. Какие-нибудь картиночки загрузим из трейна. Вот. И нарисуем. Вот такие вот получаются картиночки. Да, 32 на 32 пиксель. Действительно, довольно размытые. Ну, что поделать. Качество такое. Вот. Тут видно уже, что разные объекты. Вот они на 10 классов поделены. Птица, кошка, машина, ну и так далее. Корабль, самолет. Вот. Такая задача. Давайте обучим нейронную сеть. Ну, в общем-то, по аналогии с тем, что в прошлый раз было. Вот попробуйте сейчас сами написать. Так. Единственное, что давайте зададим количество эпох. Ну, 25 – это вообще многовато. Долго будем ждать. Но давайте поставим. Давайте, может, 5 поставим, потому что 25 не дождемся. Вот. Еще создадим функцию, которая нам будет рисовать графички. Можно использовать вот эту библиотечку Waits and Biasis с первого семинара, которая там в отдельном окошечке будет рисовать. Можно так сохранять историю и потом рисовать прямо графики в ноутбуке. Более-таки стандартным способом. Будем стандартным способом действовать. Так. Вы что, уже написали? Окей. Ладно. Хорошо. Ну, запустите тогда на 25 эпох, кто написал, и ждите. Вот. Что ж тут сказать. Давайте напишем сетку. Значит, сетка будет поглубже. Значит, она будет состоять из так называемого VGG-блока. VGG-блок – это сверточный слой вот такой. Вот 16 выходных каналов ядро 3х3, то есть 16 фильтров, да, и нелинейный стерилю. Потом еще один сверточный слой с 16 каналами ядром 5х5 и нелинейный стерилю. Потом макс-пуллинг с ядром 2х2 и шагом 2 вот после этих слоев. Вот. А после VGG-блока идет полносвязный слой 1 вот со 128 выходами и тоже с рюлю. И полносвязный слой с 10 выходами и софт-максом. Вот. Попробуйте написать. То есть, смотрите, вы нити, вы просто определяете все эти слои. В общем-то, последовательность даже не важна. И нит – это просто. Вы конструктору говорите, из каких слоев будет состоять ваша сеть. Вот. А вот forward – здесь вы уже пишете последовательно, что вам надо сделать. То есть вот в методе forward, да, вы прямой проход определяете, то есть определяете структуру графа. Вот. Напишите, пожалуйста, кто еще не написал. Ну, да, можете мне присылать в Телеграме в сообщении, можете в Зуме, да. Какая размерность у Тепара? Там 32 на 32 и на 3. Ну, они цветные картинки. То есть три канала. Вот, в общем-то, только в двух местах придется писать код. Вот здесь и еще там в одном месте. Поэтому мы можем не торопиться. Кто-то мне уже прислал, я смотрю, всем прислали. А вот смотрите, Артем. Так, Артем. Я циферки, если что, я оставил, честно говоря, от балды, потому что я не очень догнал. Что-то не то, да. Смотрите, ну, ладно. В общем, in channels – это сколько каналов в глубину, да, имеет входной тензор. А вот channels – это вот сколько сверток вы хотите сделать, то есть сколько каналов написано. Вот у вас, например, in channels первой свертки единичка, да. Это не совсем так, потому что у нас же цветные изображения, да, поэтому у них три канала. Если было не цветное, то вот как у вас написано. Ну, вот у второй свертки тоже не совсем так. То есть количество каналов, оно меняется, да. Там от слоя к слою. Вот у вас есть ваш тензор, который на вход свертки идет. Какой-то там кубик, да, в общем случае. Вот количество каналов – это вот в глубину, какая-то глубина, да. Не ширина, высота, а вот это количество каналов. И вот вы передаете свертки эту штуку. Вот. In channels – это как раз вот это вот количество каналов. А out channels – это вы сколько фильтров свертки хотите взять. Вот. Ну, тут вот написано там 16 фильтров свертки. Вот. То есть на первом шаге у вас изображение цветное, поэтому тут три канала, правильно? Вот. А на втором шаге, соответственно, вы уже получили вот эту штуку, да, с 16 каналами. То есть для второй свертки на вход будет сколько канала? 16, видимо. 16, потому что здесь мы 16 получили, вот здесь на вход 16, ну и на выход там тоже там 16. Вот такая история. Скоро появится домашка. Там надо будет, ну там, по-моему, даже с табличными данными надо будет поработать. Надо будет придумать архитектуру сети, которая как можно лучше задачу решает. Ну, как раз поэкспериментировать со всеми этими делами. Ну, там скорее, наверное, полносвязная сетка, но вдруг сверточную захотите сделать. А помните, как называют штуку, которая вытягивает? Еще раз? Слой, который вытягивает. А, flatten. Есть. Можно flatten написать, можно view написать. Вот. И так, и так можно. Сейчас я посмотрю, как я писала. Flatten я писала, да. Сейчас я посмотрю, как у нас дальше идёт. Сейчас я посмотрю. Смотрю, что вы мне прислали. Ну, смотрите, значит, мы… Давайте начнем писать. Значит, сначала у нас есть первая свертка, давайте назовем конф1. Это свертка, которая получает на вход 3 канала, на выход 16 каналов, размер ядра 3х3. Ну, в общем-то, все. Можно указать падинг единиц, то есть мы падинг не делаем. Вот. Дальше вторая свертка идет. Второй сверточный слой. Он уже на вход 16 каналов получает, потому что мы после первой сверточки 16 каналов сделали на выходе 16 каналов. И чего? Ядро размер уже 5х5. Еще у нас есть полносвязный слой. Давайте линей 1 назовем. Я не уверена, что софтмакс вообще принимает аргумент. А вы потом запустите следующие ячейки, оно сработает? Ну, то есть там начнется обучение, ошибка не вылезет? Проверьте. Так, сейчас, одну секундочку. Вы пока пишите. Ой, что-то звук выключился. Давайте 2 минуты еще поделайте, и после этого будем проверять. И в последний час. Есть еще какие-нибудь варианты? Ладно, значит, а вот вижу. Вот вы сделали структуру вашей сети, попробуйте запустить, ну, дальше ячейки запустите, посмотрите, у вас идет обучение, все хорошо там по размерностям, никто не ругается, потому что что-то мне с размерностями немножко, кажется, не так. Вот смотрите, по поводу паддинга, что-то я тут сказала, вот если бы паддинг равно ноль было, тогда бы у нас картиночка уменьшалась бы после свертки. Давайте сделаем так, чтобы удобнее параметры было считать. Мы сделаем паддинг, паддинг равно same, ну, то есть, чтобы после того, как мы свертку применяли, чтобы размер картиночки оставался, ну, сейчас, помажу, такое же, да? Вот, то есть, паддинг равно same можно написать, можно паддинг равно 1 написать, это одно и то же, то есть мы не хотим уменьшать размер картиночки. А если мы паддинг 1 с kernel 5 используем, он же не вернет нам тот же, там не должно быть паддинг 2. Давайте посчитаем. Из того, что документация пишет, я просто обычно пишу same или не same, но я так понимаю, что вот документация пишет, что вот это 0 и 1, это просто типа режимы. Вот сейчас, где они тут, паддинг? Ну, то есть, типа, 0 и 1, это закодированные режимы, типа, same, zero и так далее, вот. Давайте смотреть. А, нет, да, смотрите, паддинг равно, можете строкой писать, а может быть тапа, который дает вам количество строк добавленных, да, с каждой стороны. Так, давайте посчитаем. Если мы хотим сохранить размер картинки, то должны писать паддинг равно 2, вы говорите, да? Давайте попробуем. Правильно? Да, вроде бы. То есть вот здесь, наверное, паддинг равно 2 надо написать. Потому что у нас была картинка, если с ядром 5 сворачиваем, то она на 4 меньше станет. Должно быть паддинг равно 2, да. Так, ну хорошо. А линейный слой? Тогда картинку какого размера на вход будет принимать? Давайте посчитаем. 4,096. Если посчитать. Вроде как нет. 16 в кубе, да? 16 в кубе. Ну да, если мы... А почему 16, кстати? Потому что там макс пуллинг нужен еще. Макс пуллинг, да. Смотрите, мы же сначала свернем, потом мы сделаем макс пуллинг, а потом мы сделаем линейный слой. То есть идея здесь такая вот. Маша, вы написали, так тоже можно сделать. Можно вот в ните задать прям последовательность слоев, да? А в форварде сказать, ну, типа, давайте вот так сделаем. А можно сделать так. В ните задать просто слои в любом порядке, как они есть. Ну, то есть, а потом в форварде мы уже их последовательность зададим. Вот сейчас, то есть мы пишем просто в любом порядке слои. Значит, мы после двух сверток будем макс пуллинг применять. Вот. И поэтому было 32 на 32, картинка остается 16 на 16. Поэтому действительно линейный слой принимает 16 в кубе. Ну, да, 496 параметров. А на выходе хотим 128. Вот так вот. И второй слой принимает, получается, 128 на входе и дает нам 10 выходов. Что-то еще мы должны определить или нет? Ну, какие-нибудь слои задать? Ну, макс пуллинг можно. Срединки. Можно. Ну, давайте зададим. В принципе, всякие эти слои, они есть готовые, но можем задать. Как он пишется? Макс помогает. Макс пул. А, вот, макс пулл 2D, значит, ядро размера 2. И шаг 2, вот так вот, да? Все. Ну, софт-макс можно задать, давайте. Софт-макс. А у макс пулла у неврота разве не один параметр? Смотрите, ядро и шаг. Вот, то есть, с каким шагом вы применяете макс пуллинг? Кстати, что такое шаг? Кто может сказать? Ну, насколько мы сдвигаем этот? Ну, да, вы на самом деле можете сдвигать там, вот у вас этот макс пуллинг, вот квадратик ваш, вы берете, там, здесь взяли квадрат 2 на 2, из них максимум взяли, да? Потом сдвинули на единичку, вот на единичку, здесь максимум посчитали из квадрата 2 на 2. Вот, ну, мы хотим с шагом 2, просто, значит, делим на квадратики размеры 2 на 2, не пересекаясь еще, да? И если один параметр оставить вот в функции? Если один параметр оставить, может быть, там по дефолту шаг равен 2, давайте посмотрим. Ну, просто мы на прошлом семинаре у нас был везде один параметр, и по идее оно работало вот в... Я думаю, там по дефолту правильно. Ну, по дефолту там такой шаг. Давайте проверим, чтобы вас не обманывать. Ну, видите, по дефолту kernel size. Ага, страйд, видите, дефолт value – это kernel size. То есть по дефолту, если действительно мы ставим размер ядра 2, то шаг тоже будет 2. Окей, можете, можно не писать, да. То есть просто вот так можно написать, max.pullium 2. Так, и softmax надо еще написать. Softmax. Вот, а теперь мы должны, значит, все это дело собрать в сетку. Значит, давайте по порядку. Сначала мы применяем conf1 к нашему x, потом relu применяем. Мы можем вот так сделать. Мы импортировали f. f, вот в этом torch functional, да, там вот эти все нелинейности, они содержатся. Мы можем их не прописывать второй раз. Вот, значит, relu написали. Дойдем нас. Это раз. Значит, второй шажок. Можно, конечно, все написать одной строчкой, но это не очень хорошо читается. Значит, self.conf2 от x. Применяем к этому делу relu и max.pulling давайте сюда применим. Self.pull. Дальше мы должны вытянуть наш вектор, нашу картинку, наше изображение, наш сенсор в вектор. Вот, и потому что мы его в линейный слой подаем. И подаем в линейный слой. Значит, self.linear1. Мы берем какую-нибудь нелинейность здесь? А, relu берем, да, тоже relu. f.relu. И на выходе, значит, последний линейный слой. Ну, тут применяем softmax. Self.softmax. В принципе, могли бы, наверное, softmax тоже не прописать. Ну, смотрите, у вас так же или нет? С флотоном проблема, кажется, небольшая. Так, какая проблема? Две скобочки подряд. Две скобочки подряд. Я что-то не то написала? Вот так вы хотите? Да, наверное, да. Ну, давайте проверим. Так, а вот то, что вы мне прислали, похоже или не похоже? Дайте я проверю. Ну, вроде похоже. Посмотрим, если будут ошибки, будем исправлять. Так, давайте запустим. Значит, объявили нашу модель. Так. Что тут не так у меня? Ну, хорошо, сдвигов не должно быть, что ли? Не понимаю. Ну, хорошо, с этим разобрались. Теперь, смотрите, мы можем все вычисления делать, по-моему, не обсуждали это, на ГПУ, а можем на видеокарте. Ой, извините, на ГПУ, то есть на видеокарте, либо на ЦПУ. Вот, на видеокарте быстрее, если есть такая возможность. У нас, если в коллабе, то такая возможность есть, мы это проверили, видите, доступно куда. Вот, поэтому мы вот прям всю нашу сетку можем одной командой перенести на видеокарту. То есть, вот вы пишете, вот ваше модель, модель-бейзлайн, который мы объявили, to device. То есть, мы ее унесли на видеокарту. Вот, потом мы одной командой можем ее вернуть, если понадобится. Ну, точка, тут ЦПУ напишем, а наша сетка вернется к нам на локальный процессор. Вот, это очень удобная штука, то есть можно перенести все наши тензоры на ГПУ, там сделать быстрое вычисление, а потом готовую сетку к нам вернуть, вот, на ЦПУ. Так, ладно, мы ее перенесли. Вот, можем посмотреть, все ли правильно со структурой. Вот у нас сверченные слои получились, два линейных слоя, Max, Pullum, Soft, Max. Ну, хорошо. Так, давайте теперь цикл обучения доделаем, тут буквально чуть-чуть. Собственно, так обучение любой сети устроено. Значит, мы некоторое количество эпох делаем, то есть эпоха – это… А что такое эпоха, помните? Что это вообще такое, по сути? Проход очень большой. Да, то есть это мы все данные из трейна посмотрели один раз, вот, и несколько раз посмотрим. Значит, обучаем модель и собираем лосы. Так, значит, обучение – это у нас градиентный спуск. Мы должны на каждой итерации, то есть по каждому бачу посчитать градиенты и обновить веса. Значит, вот мы итерируемся по бачам. Image labels – это наши данные. Мы их тоже перенесем на GPU, чтобы считать быстрее. Обнуляем градиенты. Значит, сначала прямой проход у нас должен идти, то есть мы должны здесь взять наш бач, наши картинчики из бача, прогнать через сетку, сделать предсказание. Затем посчитать ошибку модели, да, лос. И когда мы ошибку посчитали, то мы уже можем обратный проход сделать и посчитать градиенты. И обновить веса. Тобственно, давайте вот эти две строчки сделайте, больше, по-моему, там ничего не надо делать. Так, вижу один вариант, вот вы прислали. Вот кто прислал, вот Артем, попробуйте запустить, если все хорошо, значит… Не, он работает. Отлично. У меня требуется параметр, пустой список параметров. Это я, возможно, неправильно подзриваю секцию. Model forward, у нас есть model backward. Вот, вы должны вашу модель передать данные, то есть Y пред, это же вы берете данные конкретные, вот картиночки ваши, да, и с помощью модели делаете предсказания на картинках. То есть вы напишите model forward, а типа на каких картинках вы предсказания делаете? Надо параметры, да, передать. Да, 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 да. И лосс здесь, кстати говоря, конкретный можете написать, потому что это у нас параметр функции, мы его потом зададим. То есть кросс-энтропия или там какой-нибудь negative log likelihood, то есть здесь просто можете написать, что вот это какой-то лосс, который мы потом уже зададим, когда будем применять модель. Значит, параметр функции criterion, да, он называется, вот это как раз лосс, который мы будем потом задавать. Ну, хорошо, давайте напишем, значит, предсказания, то есть мы берем нашу модель и делаем предсказания. Вот, то есть просто картинки в ней передаем, и она уже предсказания делает. Вот. И лосс, то есть это тот лосс, который мы зададим. Вот надо в правильном порядке написать. Значит, мы сравниваем предсказания модели с правильными ответами. А правильные ответы это у нас labels. Вот. Все вроде бы. То есть мы сделали прямой проход, получили предсказания, посчитали ошибку. Дальше лосс-бэквард, это как раз градиенты автоматически посчитались. И оптимайзер точка степ, это обновляют веса в градиентном впуске. Ну, градиенты посчитали, веса обновляются еще. Вот. Ну, а дальше сохраняем лоссы, чтобы посчитать ошибку и запомнить. Мы же хотим графики строить. Вот. Трейн лосс сохраняем. Лог лосс тоже можем порисовать. Классы можем посчитать, какие у нас предсказываются. Классы нам нужны, потому что мы их еще хотим рисовать. Доля правильных ответов, поэтому из вероятности класса получим. Ну, все, собственно. Кажется, цикл дописали. Тут уже все написано. То есть обучение есть. Теперь цикл с предсказанием на тесте, он такой же, только мы пишем торч ноу град, потому что на предсказании мы градиенты не считаем. Ну, и никакого обновления градиентов нет. То есть мы берем батч, делаем на картинках из батча предсказание, считаем лосс, и, собственно, все. Мы же хотим посмотреть, насколько хорошо модель наша работает. Вот. А дальше мы уже задаем все, что хотим. Значит, функцию потерь задаем. Например, кроссентропия. Задаем оптимизатор. Вот сегодня на лекции как раз будет Женя вам рассказывать, какие варианты есть вместо СГД. Ну, то есть цехотический градиентный спуск, он, в принципе, ничего, но у него есть недостатки большие. Особенно для нейронных сетей это важно. Поэтому другие оптимизаторы дальше тоже будем использовать. Ну, тут пока цехотический градиентный спуск. Берем. Ну, и запускаем цикл обучения модели. Так. Релю нету. Я как-то неправильно написала релю. Через F. Большая F. Уже у меня маленькая F. Сейчас. Что-то не так? Ну, я ее вроде маленькими буквами релю пишу. Нет, РАЗ? Вот так? И Р маленькая. Нет, РАЗ? Ну, вот, смотрите. Говорят так. Релю. Нет, полностью маленькими буквами. У меня сработало. Вот так вот? Да? Да, у меня так работает. Неужели это важно может быть? Это разные штуки. Одна может лежать в F, другая в NN. Ах-то, боже мой, да. Ну, давайте проверим. Так, уже хорошо, но что-то все равно не сработало. Так. Аргумент должен быть тензором. Ага, не флатлым. Вот, тут тоже момент есть важный. Вот это у вас сработала строчка, кстати говоря, скажите. Вот прям так. Да. Не совсем так. Я флэтон прописал в ните. Ага, вот вы флэтон прописали в ните, тогда действительно так сработает. Давайте напишем self.flatten, да, вот так вот. И здесь будет nnflatten, правильно? Вот так. Так, давайте попробуем так. self.flatten от x. Вот так вот, да? Так, проверяем. Так, нет, что-то не нравится. Cross, а здесь что? Что-то другое теперь. Cross Anthropelos не нравится. У нас B10 получился non-type. Так. Давайте смотреть, в чем ошибка. А, нет. Сейчас, вроде бы, нормально. А, слушайте, я молодец, конечно. Реторм же надо, наверное, сделать. Нет? Давайте проверим сейчас. Я ничего не вернула. Так. Ну, что-то пошло. Значит, да. Как не надо делать, мы посмотрели. Вот, мы результат должны вернуть. Ну, хорошо. Ждем. Посмотрим, как будет идти обучение. А у вас какая-нибудь история обучения пошла? Ползунки видите? Значит, кто запускал? Ну, там надо было бы еще прописать номер эпохи, чтобы выводился. А по плюсикам на графике считать не очень хочется. Ну, графики рисуются, да? А тут, по-моему, каждая какая-то, каждая вторая эпоха рисуется. Я уж не помню. Где у нас рисование идет? Давайте посмотрим. Или просто каждая эпоха? Вот, History. Нет, там точно каждая эпоха. Да, каждая эпоха. Ну, да, можно было, конечно, еще прописать. Ну, окей. Хотя бы, по крайней мере, запустилось уже неплохо. Значит, у нас плюсик – это, да, действительно, лосс и качество на каждой эпохе. Давайте посмотрим на accuracy. Какая-то, вот, в отличие от Министа, какая-то очень плохая точность. Ну вот, но она растет, конечно, что хорошо. Значит, здесь еще что надо сказать? Мы больше ничего прописать не будем руками, поэтому здесь я могу сказать, время есть. Значит, есть тонкость. Вот мы ее тоже на первом семинаре обсуждали, я потом смотрела. Это не критичный момент, но в целом… Давайте тоже обсудим. Вот мы, когда используем софтмакс на выходе, мы немножечко рискуем. Вообще, почему мы рискуем? Почему, в общем, мы не любим использовать софтмакс нигде в нейронных сетях? Есть для этого причины какие-то? Как вы думаете? Можете вопрос задать, пожалуйста, еще раз. Да, да. То есть вот здесь мы пишем софтмакс на выходе. Почему мы пишем? Ну, чтобы вероятности получить. Это разумно. Но по-хорошему, да, и сейчас хорошая практика является не писать софтмакс в конце. Вот так вот сделать. А потом уже, ну, мы получили предсказание, уже когда сеть обучится, мы уже сами можем вероятности взять, если надо, правильно? Ой, что-то тут… Ну, да, правильно написал. То есть сейчас уже отказываются от того, чтобы писать на выходе софтмакс. Вот как вы думаете, почему? Чем софтмакс для нас может быть опасен при обучении сети, что его не хотят использовать лишний раз? Ну, у него там нестабильность. А? Да там? И там логарифм, эпсилон, и какие-то бесконечности возникают, там нужно стабилизировать. Смотрите, вот в чем проблема. Ну, да, там не бесконечности. Вот если нарисовать софтмакс, это же у нас типа сигмоида. Вот. Ну, в двумерном случае сигмоида, там, в многомерном то же самое. Вот. Вот чем плохо для нас софтмакс? Тем, что вот мы берем софтмакс, получаем какую-то такую кривую. И когда мы веса считаем, мы же там градиенты должны посчитать. И вот софтмакс, он плохо тем, что почти везде тут производная равна нулю. Ну, то есть вот есть кусочек, где производная какая-то далека от нуля. А вот на этих наосимптотах вот очень много, где производная почти ноль. Ну, не равна нулю, да, но производная почти ноль, правильно? И это очень плохо для нашей сети, потому что если производная у нас где-то зануляется, или почти зануляется, то веса перестают обновляться. Ну, то есть у нас же какая формула? Новый вес – это старый вес минус градиент, да, минус производная. И вот если здесь ноль почти, да, и что-то близко к нулю, то веса у нас не обновляются. То есть сколько эпох мы не обучим, у нас веса примерно одни и те же будут, и сеть, получается, не обучается. Вот. Это такой тонкий момент. То есть идея вот в чем состоит, что для более хорошего, более качественного обучения сети софтмакс здесь не пишут. Вот. А потом, если нам надо будет получить вероятности в предсказании, можно на самом деле как бы не обязательно вероятности получать, можно, мы же класс хотим получить. Если надо будет вероятности получить, мы просто софтмакс возьмем уже от предсказания. Вот. Поэтому делают вот так, и в этом случае сеть будет быстрее обучаться. Вот. Но это так, на будущее. И кроме того… А какой там лосс используется? Что? Какой лосс? Там мы пишем критерий. Какой лосс мы используем? Если мы софтмакс не берем, да? Да. Ага. Хороший вопрос. Это очень правильный вопрос. На самом деле тут такая история. У нас есть два таких стандартных лосса, когда мы обучаем классификацию. Это кроссентропия. И минус логарифм правдоподобия. Ну, то есть вообще там поиск оптимальных весов – это максимизация правдоподобия модели. Это то же самое, что минимизировать логарифм правдоподобия. Тут есть такая метрика NLLL loss. Вот так вот. С трамя L. То есть Negative Likelihood Loss. Если вы не пишете софтмакс, то вы как раз должны использовать кроссентропию. Потому что кроссентропия – это логарифм правдоподобия. И там уже софтмакс считается. То есть это софтмакс плюс логарифм правдоподобия. То есть, смотрите, если софтмакс на выходе сети не пишем, то у нас только один вариант. Это кроссентропи лосса. Если мы софтмакс на выходе пишем, то, в общем-то, мы можем и кроссентропию использовать, и NLL loss. Ну, даже правильнее будет брать просто минус логарифм правдоподобия. Ну, потому что дважды софтмакс брать достаточно странно. Но тут есть общее правило. То есть, если сеть заканчивается софтмаксом, точнее, ну да, если заканчивается софтмаксом, можете и то, и то брать, но предпочтительно не обычный NLL loss или кроссентропия. Если сеть не заканчивается софтмаксом, нет софтмакса, то тогда он где-то должен появляться, это только кроссентропия. То есть, мы все равно софтмакс используем? Ну, когда мы считаем максимум правдоподобия, когда логарифм правдоподобия считаем, мы его в любом случае считаем. То есть, обе эти метрики, они примерно одно и то же считают. Только вот с кроссентропией дополнительный софтмакс берется. Там в любом случае вероятность нужна. То есть, эти метрики, они сводятся к методу максимум правдоподобия. Метод максимум правдоподобия – это произведение вероятности классов. То есть, нам в любом случае надо получить вероятности где-то, на каком-то шаге. Если у нас нигде нет у софтмакса, мы просто не можем лос посчитать корректно. То есть, где-то вероятности должны получиться. Ну, собственно, вот такая история. То есть, сейчас приходит к тому, что софтмакса надо использовать по минимуму, потому что у софтмакса эти асимптоты, и на них градиенты замуляются, и все очень плохо. То есть, на самом деле, оптимальный вариант – это без софтмакса в самой сети, чтобы обучение проходило без софтмакса, а качество считать с помощью кросс-энтропии. Вот это самый такой сейфовый вариант, там у нас все-таки обучение не будет зануляться. Вот вы можете попробовать. Вот Артем, у вас посчиталась сетка. Вот у вас качество 0,62. А попробуйте сейчас, у вас же уже закончилось это обучение, попробуйте сделать так. Вот убрать отсюда софтмакс, слой, и запустить заново обучение. Я думаю, что качество повысится. Ну, может быть, незначительно, но повысится за счет того, что быстрее обучение происходит, и вот эти градиенты у нас все-таки обновляются лучше. Это же одно и то же. То ли мы в конце ставим софтмакс, и потом этот снова в софтмакс, типа в 0,1 переводится, как бы оно остается тем же, потом оно переходит в nll, loss. Либо мы не ставим софтмакс, и она сам ставит софтмакс. То есть здесь не можем избавиться от него совсем. А в смысле, вот это, и вот это одно и то же, вот эти штуки одно и то же? Да, да, вроде как. Сейчас сооружу. Ну, как будто бы, да. Как будто бы одно и то же. Ну, с точки зрения применения сети, единственное, что, да. Да, с точки зрения обучения, вот эти схемы одно и то же. Ну, вот эта схема софтмакс, кросс-энтерпи, она немножко отличается. Мы здесь два раза софтмакс уберем. С точки зрения применения, ну, там будет небольшая разница. То есть если мы софтмакс в конце сети пишем, она уже сразу нам вероятности выплевывает, да. А мы потом их в классы переводим. То есть это дальше уже только на применении модели сказывается. То есть что она нам выдает и что мы хотим. То есть если софтмакса нету, то мы можем применить софтмакс уже, когда готовая сеть, чтобы просто получить вероятности. Да, а с точки зрения обучения, с точки зрения всей механики, вот эти связки – это одно и то же, все правильно. А вот связка софтмакс с кросс-энтерпи немножко избыточная. Она может замедлять обучение. И вот хочется сейчас проверить, действительно ли, если вот эту связку избыточную убрать, качество будет лучше. Она не... Сейчас, я извиняюсь, можете, что-то не понимаю. Она не то, чтобы избыточная, она вообще никакой разницы не вносит. Раз мы сразу кросс-энтерпи посчитали, и мы пространство 0.1 переводим снова в 0.1. То есть там то же самое. Единственное, может быть, это как бы дополнительная строчка, дополнительная операция, но самому обучению она мешает, не доложена, потому что это то же самое. Смотрите, кросс-энтерпия, она внутри себя еще раз софтмакс берет. То есть она от софтмакса возьмет еще один софтмакс. Я не знаю, насколько это хорошо. То есть, смотрите, у вас сигмоида получилась, и потом, ну как бы от значений вот этой сигмоиды, мы их на оси экспрессируем, мы еще раз сигмоиды берем. Ну, может быть, это и одно и то же, но кажется, что это опасно дважды применять софтмакс, ну, из-за того, что и здесь уже градиенты у нас обнулились. И когда мы еще софтмакс берем, мне кажется, что это еще более пологое будет. То есть у нас получается как бы вероятность от вероятности. Давайте проверим. Давайте проверим на самом деле. Вот сейчас у нас стоит такая неоптимальная связка софтмакс, кросс-энтерпия. Давайте попробуем другую. Артем, а у вас получилось запустить, кстати? Ну да, но я просто оставил в конце. Я нылил лос. Ну, нет, я не нылил лос. Я кросс-энтерпию запустил, но без софтмакса. То есть просто убрали вот здесь софтмакс совершенно, да? Ну да, я просто оставил этот линейный слой второй. И что с качеством там у вас сейчас? Пока входим в самую первую эпоху вроде получше, потому что 0.4 сразу качество стало. Но я смотрю, что оно растет. Но давайте на 5 эпох я запущу, я же не знаю. Может, я вас обманываю? Я в последнее время люблю это делать. Давайте сначала софтмаксом запустим 5 эпох, посмотрим, потом софтмакса берем. Стоп, стоп, стоп. У меня 5 эпох сейчас идет, и у меня уже 0.63. Ну вот смотрите, да? На валидации именно 0.63. Ну да, то есть качество уже выше. То есть на 5 эпохе качество выше, чем после 25 эпох на исходной сетке. Ну, по сути, да. Да, вот, смотрите. Значит, это действительно очень неоптимально так делать, как у нас тут написано. То есть когда вы берете дважды софтмакс, вот вы изначально все-таки его софтмакс сделали, потом кросс-энтропия еще софтмакс посчитает. Это просто очень сильно, ну, насколько моя математика позволяет мне с утра, я так понимаю, что когда вы возьмете софтмакс от софтмакса, вы получите что-то очень пологое. Вот, ну, такое вот. Вот, и здесь почти везде градиенты очень близки к нулю, и поэтому обучение будет у вас сильно тормозиться. Вот, и поэтому лучше, конечно, не злоупотребляться софтмаксом, он где-то один раз должен встретиться, либо в конце сетки, да, тогда обычный NLR у нас. Либо уж его не писать в сетки и брать кросс-энтропию. Вот. Вот сейчас мы как раз эксперимент проводим, и оказывается, что действительно это сильно влияет. Вот так вот. Так, ну, давайте дальше немножечко по ком считается. Тут осталось, в общем, не так много обсудить. Мы самое такое нужное обсудили. Что еще хочется сделать? Давайте свертки нарисуем. Мы же можем вот эти фильтры нарисовать. Тут есть библиотечка дополнительная, ну, в смысле, как библиотечка, файл мы подгружаем. В нем просто мы реализовали визуализацию сверта. Если вы запускаете ноутбук с локальной машины, ну, просто этот файл у вас должен в папке лежать, и все запустится. Если искалаба, то я только такой способ нашла, может быть, вы другой знаете. То есть в Google Drive загружаете вот этот файл фильтр-виз. Можно его прям физически закинуть вот здесь вот слева под двумя стрелочками. И работает тогда? В левой менюшке вот самой под значком коллаба. Вот самый нижний значок здесь. Вот ниже. И работает у вас, когда вы как-то делаете? Можно прям сюда закинуть этот файл. Ну, у вас сработал так, да? Да. Давайте попробуем. Так. Так, да? Согруженные файлы будут удалены. Окей. Так, тогда мы вот это все не трогаем. Должно сработать. Так, у меня сколько эпох уже? Раз, два, три, четыре. Сейчас еще одна эпоха. Дойдет? Я опять эпоху загружала. Ну, давайте попробуем импортировать файл. А так-то в целом сетка обучается и там, и там. Ну, как бы дважды софтмакс применили или нет, но с двойным софтмаксом я, конечно, гораздо тяжелее. Все, значит, так. А, да, импортировался. Отлично, спасибо. Все. Вообще, вот с этим софтмаксом я еще заметил, он на 0,66 все застопорилось, а и он вверх вниз идет. И качество на валидации. То есть оно повыше, пониже, повыше, пониже. Ну, порядка 0,66, да? То есть больше, наверное, не достичь на этой архитектуре. То есть получается, если двойной софтмакс у нас, то 0,62 качество, да? А если просто один софтмакс 0,66, то дальше не помешается, да? Ну, все по всему так. Ну, все равно как бы лучше, там, 4% больше качества. Ну, окей, мы поняли. Значит, получается, что, ну, порядка, там, чуть больше, чем 60% можем добиться, но это мало. Вот, хочется поулучшать. Но давайте перед тем, как улучшать, посмотрим на свертки. Вернем нашу модель на CPU, чтобы нарисовать наши свертки. И используем функцию plotFilters из файла с рисованием. И тут мы еще должны указать, с какого слоя мы свертки рисуем. Ну, допустим, с первого слоя нарисуем свертки. Вот такие вот. У нас там 16 фильтров мы делали, 3х3. Тут еще параметр можно указать, single channel. Это означает, что мы хотим, как бы, она же там, у нас свертка цветная, цветная, да, тоже можно с тремя каналами. Мы можем все нарисовать сразу цветную, одну свертку, а можем по каналам нарисовать. Ну, вот она цветная сразу свертка. Ну, не очень понятно, что тут происходит. Видно, что какие-то разные фильтры. То есть разные какие-то наборы цветов мы находим условно. Что-то супербазовое. То есть вот такие вот кусочки изображений, каждая свертка детектирует. Тут даже каких-то форм особо не выделить. Можно отдельно по каналам нарисовать, то есть по каждому цвету. Ну, вот single channel равно true пишем, и тогда у нас каждая свертка рисуется по красному, по зеленому, по синему каналам. Ну, тут, мне кажется, чуть более понятно. Тут какие-то, ну, видно, что такие какие-то простые формы мы находим. Вот. То есть вот 0, 0, 1, 0, 2 – это по трем каналам первый фильтр такой получился. Ну, и так далее. Каждые три следующих изображения – это следующий фильтр. Вот. То же самое можно посмотреть на втором слое. Как-то вот так вот будет. Так, сейчас. Вторая свертка не хочет рисоваться. Что ж там считается так долго? А, вот. Ну, их тут много. Почему у нас так много их? А, ну, тут же каналов у нас много. У нас же вторая свертка, у нее же с нац каналов получается, да? То есть вот это 0, 0 и так далее, 0, 15 – это как бы по всем каналам только первый фильтр. Потом 1, 0, 1, 15 – по всем каналам только второй фильтр. Ну, вот они у нас 5 на 5 идут. Ну, вроде как какие-то формы вырисовываются, да? Ну, нельзя сказать, что прям мы тут что-то хорошо понимаем, но мы видим, что, ну, действительно, какие-то паттерны наша сетка выучила. Окей. Вот так вот. Ну, это еще одно доказательство того, что мы в самом начале обсуждали. Ну, да, что действительно у нас там все по всем каналам свертки разные. Вот так вот, посмотрели. Значит, тут можно еще поэкспериментировать с функциями активации, то есть там релю заменить на другие виды релю, там ликерелю, экспоненциальный релю и так далее. Ой, ну, это такая тонкая штука. Это еще более тонкая, чем два софтмакса. То есть два софтмакса – это не тонкость. А вот поменять внутри релю на их модификации – это что-то такое непонятно как повлияет. И тут заранее на самом деле не скажешь, как смена функции активации себя покажет. Вот если вы на софтмак замените релю, будет хуже. Вот внутри сетки. Опять то же самое, потому что у вас градиенты будут обнуляться, и сетка будет плохо обучаться. Ну, давайте это вот вы дома поэкспериментируйте, если хотите. Ну, это в любом случае вы будете делать домашнее. Вот, давайте мы посмотрим то, что еще хочется посмотреть. Смотрите, мы поняли, что софтмакс, не софтмакс, сколько их там получилось, качество больше, чем 65 сотых, но мы не можем этой сеткой добиться. А хотелось бы больше. То есть 6 из 10 картинок правильно классифицировать – это мало. Во-первых, ну, как можно улучшать качество модели, как в обычном машинном обучении? Можно с данными что-то делать, а можно модель улучшать, правильно? Вот давайте что-то с данными сделаем. Для картинок можно делать аугментацию, то есть увеличивать количество изображений, которые у нас есть. Ну, так-то вот новых картинок мы не можем добавить, у нас их нет, но мы можем как-то преобразовывать наши картинки и за счет этого увеличивать, по сути, количество обучающих данных. Что мы можем? Мы можем, не знаю, повертеть картинку, то есть повернуть картинку – это уже как бы другая картинка. Отразить картинку. Можно с яркостью там у картинки как-то поиграть. Что можно? Можно шум добавить какой-то. И тем самым мы с вами расширим наш датасет. Полный список аугментаций можете по ссылке почитать. В трансформациях тут много разных аугментаций. Ну, тут вот даже с картинками показано, что происходит. Давайте мы некоторые трансформации просто посмотрим, где трансформации объявляются. Смотрите, те преобразования картинок, которые мы делаем, они объявляются в самом начале, еще когда мы батчи формируем. Почему? Потому что на самом деле у нас… Ну, как у нас происходит? Вот у нас есть датасет, не то, что мы добавляем к нему трансформации, и он типа расширяется. Это не так работает. Работает так, что вот у нас есть какой-то батч, мы его берем, ну, наши картинки там, не знаю, 16, да, батч, значит, 16. И к этим 16 картинкам мы применяем трансформации на лету как бы. Вот, и этот батч трансформированный, мы дальше уже пихаем сетку. То есть трансформированные картинки, они не то чтобы заранее куда-то сохраняются, нет. Мы трансформации прямо при формировании батча на лету применяем. И за счет этого нам не надо дополнительно где-то данные хранить, просто они применяются уже в процессе, когда мы обучаем сетку. То есть заранее мы задаем трансформации, а потом уже при обучении к батчам эти трансформации применяются. Какая проблема где-то хранить эти аугинчированные картинки? В чем проблема? Ну, их может быть много просто. Ну, здесь, может быть, тут еще просто непонятно. Тут же очень много трансформаций, то есть сдвиг цвета, вот, например, горизонтал флип, то есть какое-то отражение горизонтальное, можно вертикально, кстати, еще. Можно повернуть рандомно на 20 градусов. То есть вот эти трансформации, они применяются произвольным образом. То есть что-то вы можете, какую-то картинку вы можете повернуть, какую-то отразить. Но что применится, это неизвестно. То есть это рандомная вещь. Вот. И, ну, на самом деле, к одной картинке можно очень много разных трансформаций применить. Ну, там из одной картинки можно условно 100 сделать или 1000 нам. Вот. Если у вас там, сколько у нас тут, 60 тысяч изображений, ну, там, в 100 раз увеличивать, это уже много хранится. Вот. Поэтому не хочется хранить эти изображения. Мы просто берем батч, к нему какие-то трансформации применяем и с ними работаем. Да. То есть мы не сохраняем, потому что очень много будет в этом проблеме. Вот так. Ну, есть как бы если есть возможность, если хочется это делать, то можно. Но кажется, что очень много картинок в итоге получится. Вот. Поэтому эти трансформации задаем. Вот. Дальше переводим в тензор, нормализуем картинки. Ну, и дальше все повторяется, как и было. Вот. Я даже не знаю, нужно… Ну, нет, запустить надо, чтобы показать, какие картинки у нас появляются. Вот. Мы, значит, снова батчи сформировали. Давайте картинки порисуем. Вот. Смотрите, что получилось. Вот они у нас трансформированы изображения. То есть где-то у нас есть поворот. Да. Причем где-то там на много градусов, где-то на мало, где-то вот нету. Вот. Есть размытие. Есть какой-то сдвиг цвета. Вот. И за счет этого достигается вариативность. То есть, смотрите, раньше, когда мы на разных эпохах обучались, да, мы по одним и тем же картинкам пробегались. А здесь у нас вероятность, что мы встретим прямо ровно такую же картинку, она стремится к нулю, потому что у нас картинки разным трансформациям подвергаются. То есть это очень здорово. То есть как будто бы мы каждый раз на новых данных обучаемся. Так. И это что такое? После 25 эпох, и там графики на самом деле очень странные, потому что на валидации лосс, он в два раза превысил изначально. После первой эпохи он был где-то 0,1. Вот стал он примерно 0,2 в итоге. То есть лосс, он после где-то пятой итерации, ну, после пятой эпохи он растет постоянно. А, ну, то есть мы переобучаемся, да, получается? Да, а на трене, как видно, 999… Слушайте, очень похоже на переобучение, да. То есть пять эпох там нужно было тогда еще. Да, смотрите, если так получается, что у вас лосс на валидации, там, достиг какого-то минимума, а потом растет, все, значит, останавливаете сетку, она начинает переобучаться, да. Спасибо. Так, ну, собственно, вот с этими агментациями тоже можно потом модель обучить, все то же самое. Видите, сейчас не будем запускать, ну, тут ничего не меняется, это тот же самый код. Мы модель объявили, перенесли ее на видеокарту, чтобы там получить, получили, посмотрели. Здесь мы можем добиться увеличения качества за счет того, что-то картина больше, вариативность. Вот. Но давайте еще обсудим чуть-чуть, как можно улучшать качество модели не за счет увеличения количества картинок, а за счет изменения структуры сети. Наша сетка, на самом деле, несложная такая. У нас там всего две свертки, да, а дальше уже какие-то полносвязные слои. Ну, и вот по этим сверткам, в принципе, видно, что каких-то разумных признаков они еще не успели измельчить. Ну, там, чем глубже у нас сверточный слой, тем более разумные признаки извлекаются из сети. За два слоя мы ничего не успели такого суперсодержательного найти. Поэтому идея состоит в том, ну, вот с картинками именно, идея состоит в том, что мы количество вот этих VGG-блоков, вот свертка-свертка MaxPooling, мы их просто увеличиваем. Чем больше VGG-блоков, тем лучше будет сеть находить паттерны. Вот. Но здесь есть некоторая проблема. То есть, если вы ставите эти VGG-блоки, у вас количество параметров просто суперсильно растет. Ну, как бы очень сильно. Вот. И в этом случае начнется переобучение. Потому что у вас параметров будет, ну, мне кажется, больше, чем картинок. Ну, в общем, точно будет переобучение за счет того, что очень перегруженная, очень сложная модель. То есть, когда вы делаете сетку глубже, нужно добавлять какие-то регуляризации, чтобы она не переобучалась. Вот. Я вам сейчас только так базово про эти регуляризации расскажу, потому что как раз сейчас на лекции Женя про это будет подробно рассказывать. Вот. Но я просто хочу рассказать, чтобы вот был понятен вектор, да, куда улучшать сетку можно. Значит, мы переобучаемся, если глубокая сетка. Куча VGG-блоков, мы переобучимся. Значит, что можно делать? Можно добавлять такой слой, называется dropout. Значит, что это такое? Ну, смотрите, сетка сложная, да, у нее куча параметров. Все эти параметры как-то друг с другом связаны, вот этот граф, да. И получается за счет такого количества параметров и такого большого количества вот связи внутренних, у нас, ну, в общем, сетка очень сильно подстраивается под данные, и параметры друг под друга подстраиваются. Это такая штука в статье, где dropout предложено, это называется коадаптация сети, то есть она сама там под себя подстраивается и переобучается за счет того, что вот все со всем связано. Идея состоит в том, чтобы на каждой итерации, на каждой итерации обучения сетки рандомно выкидывать некоторые нейроны из сети. Ну, то есть вы выкидываете какой-то нейрон, видите, тут крестиком выкидывается, и, соответственно, мы забываем про все связи с этим нейроном, да, про все веса. То есть такая разреженная сетка получается, и на каждой итерации мы обучаем вот разреженную сетку. Вот. Ну, на каждой итерации свои нейроны выкидываются. И в итоге получается, что веса, да, мы на одной итерации свои веса пообновляли, на другой другие веса, и не будет такой сильной подгонки всего под все, то есть не будет такого сильного переобучения. Вот. Такая штука dropout называется. Тут есть один параметр. Параметр – это вероятность, с которой мы выкидываем нейрон. Ну, то есть мы же рандомно выкидываем какие-то нейроны. Вопрос – сколько, какие, да? Вот. Мы вводим параметр P, ну, как хотите его назовите, P – вероятность оставить или выкинуть нейрон. Вот это не помню. Вероятность присутствия нейрона, то есть вероятность оставить нейрон. То есть, например, если поставить 0,5, это означает, что там с вероятностью 0,5 мы выкидываем или не выкидываем данные нейроны на текущие итерации. То есть 0,5 – это означает, что примерно половину нейронов мы выкинем. Вот. Вот такая штука очень сильно снижает переобучение. И прямо есть такой готовый слой. Dropout называется. Мы его сейчас используем. И есть еще такая штука – batch normalization, ну, сокращенно batch norm. Она тоже служит для того, чтобы снижать переобучение. Давайте идейно скажу. Это похоже на нормализацию данных, которые мы в самом начале делали. Идея в чем состоится? В том, что вы какие-то данные на вход первому слою подаете, первый слой, первый слой. Здесь они, не знаю, нормализованы, да, условно, нормальное распределение, ну, с хорошими параметрами. Первый слой что-то сделал, и распределение данных испортилось, правильно? Тут уже какое-то другое совершенно распределение на выходе. Ну, другое какое-то распределение. И второму слою на вход подаются данные, уже непонятно, как распределенные. Они уже разброс, ну, может там быть разброс большой, да, средний, а не ноль. Вот, и это плохо. Такая же проблема. Зачем мы нормализуем данные на входе изначально, да, мы вычитаем среднюю дисперсию? Чтобы, ну, те же эффекты отловить, как в линейных моделях, да, чтобы ко всем признакам у нас сетка относилась одинаково, а не то, что там признаки в разных масштабах, и непонятно, что происходит. И получается, что на первом слое все будет хорошо, а на втором слое распределение сломалось, да, ну, после преобразования. И уже непонятно, как второй слой обработает наши данные. И дальше, чем дальше, тем хуже, да. После второго слоя у нас уже будет какое-то совсем непонятное распределение наших данных. И третий слой как-то, ну, еще больше наши данные разбросаем. Вот идея состоит в том, что вот после каждого преобразования наши данные нормировать, нормируем. То есть мы хотим, чтобы на вход каждому следующему слою подавались, ну, понятные данные с понятным разбросом, с понятным средним значением. Вот, чтобы всем слоям было одинаково, одинаково несложно работать с данными, чтобы мы могли контролировать разброс, контролировать смещение. Вот, и чтобы из-за этого тоже переобучение не наступало, из-за того, что мы не понимаем, что происходит с распределением данных. Это такая общая идея. Опять же, подробнее, конечно, про нее обсудите. Вот, то есть идея состоит в том, что вот у нас бач есть какой-то, да, поступает он там куда-то на вход. Давайте мы его сначала нормируем, то есть посчитаем среднее по бачу, дисперсию, и все данные мы отнормируем, да, вычтем среднее и поделим на дисперсию. Вот, и вот такие нормированные данные у нас пойдут на вход бачу, на вход следующему слою, да. Тем самым мы каждый раз как бы немножко поправляем наше распределение и делаем сетки проще. Вот бач нормализация, точно такой слой есть. Сейчас я еще две минуты поговорю и закончу. Собственно, дропаут, бач норм, они позволяют нам немножечко снижать переобучение и, ну, то есть дропаут снижает переобучение, а бач норм, он даже облегчает обучение сети, да, за счет контроля вот этого распределения параметров. Вот смотрите, вот тут последняя такая архитектура, которую хотелось обсудить. Мы сделали сетку глубже, то есть теперь не один VGG-блок, а три. Вот они у нас. Раз, два, три. Вот. И тут идея, ну, тут все то же самое, только мы тут добавили, смотрите, после каждого сверточного слоя добавили бач норм, то есть мы как раз немножечко нормируем наши данные. Вот. А после блока, да, ну, то есть VGG-блок закончился, мы добавляем дропаут, то есть мы оставляем только 20% нейронов, то есть чтобы не было слишком много параметров. То есть на каждой эпохе мы оставляем свои какие-то нейроны произвольным образом. Вот. То есть бач норм добавили в каждый блок и дропаут. Вот. У нас три VGG-блока стало. А дальше все то же самое. Два линейных слоя тоже. После линейного слоя добавим бач норм. Вот. И дропаут тут еще запихнули. Вот. То есть, смотрите, вот эти все ухищрения нужны только, когда сетка глубокая. Если исходную сетку взять, да, она, в общем-то, не глубокая у нас, ей и так неплохо. А вот когда у нас глубокая сетка и много параметров, то надо как-то ее регуляризовать, нормировать и так далее. Вот. Вот такую сетку взяли. И, скорее всего, она будет работать лучше. Может быть, больше эпох придется ей подождать, потому что тут параметров много. Ну, вот она, наша глубокая сетка получилась такая. Вот. Можно ее начать обучать. Вот. И, ну, я думаю, что качество, конечно, поднимется за счет того, что, ну, больше паттернов, больше сверток, они могут, ну, вот эти много сверточных слоев, они найдут более хорошие паттерны. Ну, вот такая история. Вот. Давайте что-нибудь обсудим, если надо. Ну, кстати, с аугментацией, да, 0,67 доросло, и опять падает. Опять падает. А у вас... Бесно к максу. Ну, аугментация чуть-чуть нам, да, улучшила, и как будто бы не сильно, да. Тут, на самом деле, за счет чего у нас переобучение наступает, тут очень много причин, может быть. Возможно, софт-макс, да, нам проблем какие-то давал. Возможно, у нас оптимизатор не очень хорошо работает, то есть у нас же простой оптимизатор. Может быть, какие-то улучшения надо написать, вот, не просто стахастический градиентный способ. Может быть, действительно сетка начинает подстраиваться под данные, и нужно менять структуру сети. Вот как раз хочется, чтобы у вас появилось вот это вот чутье, что нужно делать. Ну, то есть вот мы просто разные подходы даем, что можно делать, а дальше же надо поэкспериментировать. То есть вот Dropout, Batch, Norm, они сильно нам помогают, когда у нас сложная архитектура. Вот, собственно, здорово было бы попробовать разные варианты. Я не знаю, хотя бы одна эпоха у нас обучится. Сетка глубже, значит, обучаться будет дольше. Хотя бы одну эпоху подождем. Так. Ну, кажется, неплохо, да? Я не помню, сколько было. 37% почти, а изначально у нас сколько было? Хм, 45%. Не знаю, не знаю. А, нет, 45% это в конце, а в начале, ну, не знаю, 30% было. То есть по одной эпохе не буду я делать выводов, скорее всего, они неверные будут. Вот, по крайней мере, у этой сетки гораздо больше потенциала, потому что больше параметров можно обучать, и мы попытались снизить ее переобученность. Вот, но тут, конечно, надо подождать часок. Вот, я вам советую просто запустить, я не знаю, на время лекции, вот на 25 эпох и посмотреть, что будет. Вот, то есть тут можно пробовать разные штуки менять. Можно пробовать софтмакс без софтмаксу. Можно разные функции активации брать. Вот эти экспонент, shell, linear unit, целю, релю и так далее. Вот, посмотреть, есть ли какое-то влияние, или тут оно минимальное. Вот, с количеством VGG-блоков можно экспериментировать. Вообще говоря, вот эта ImageNet, сетка самая известная, да, она, я не помню, но там явно больше, чем 3 VGG-блока, там их много, и они в итоге хорошие качества дают. Значит, в следующий раз мы тогда будем говорить по плану про разные оптимизации, то есть что можно вместо стахастического градиентного спуска использовать, и более подробно будем говорить про вот всякие способы регулировать сетку, то есть про дропаут, про бач-норм, про виды нормализации будем говорить. Ну, вот такой у нас план. Ладно, ну, все, успели вроде бы. Тогда давайте заканчивать. Вот, если будут вопросы, если я что-то еще не так сказала, вы мне пишите, мы все обсудим обязательно. Ладно, тогда хорошего дня, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok